Джо Байден-младший. Неоднозначная фигура американского политического истеблишмента, чья истинная история и мотивы скрыты под завесой лжи и пропаганды. Что может принести миру новый ставленник элит США, либеральное благоденствие или же новый виток второй холодной войны, которая прямо сейчас разыгрывается на наших глазах. В ходе прошлой статьи мы вкратце осветили возможности и связи нового президента Америки, выяснив, что он обладает колоссальным опытом работы и влиянием как в странах Восточной Европы, так и на территории постсоветского пространства. Вопрос состоит лишь в том, в каком именно порядке США начнут дергать за ниточки своих марионеток, стремясь приблизить окончательное решение русской проблемы, и мы попытаемся выдвинуть несколько теорий о том, что произойдет дальше. Начать, пожалуй, следует с того, что Джо Байден с его неприкрытой воинственностью, а ведь он член демократической партии. Отнюдь не просто так был поставлен в качестве нового национального лидера США. Подобный выбор является неприкрытым намеком для всех геополитических противников Америки. Сонному Джо, несмотря на преклонный возраст, пророчат лавры нового Рейгана. И как знать, что сделает его команда, дабы оправдать ожидания. Соединенные Штаты уже начали крупномасштабное дипломатическое наступление на Индию и Турцию. Если последнее, впрочем, просто будет наказано за дерзкую и независимую политику Эрдогана, то по поводу Нью-дели у Вашингтона большие планы. Контроль над огромным индийским оружейным рынком резко повысит рентабельность американского военпрома, обеспечив его заказами на долгие годы вперед, а также существенно пошатнет позиции России, для которой Индия является одним из старейших и, пожалуй, самой крупной областью реализации сбыта вооружений. Это отлично просчитанный ход, который нанесет удар как по нашей оборонной промышленности, так и по национальной экономике. Более того, Индия является естественным противовесом Китая. Огромный людской ресурс, амбиции и военная мощь делают ее привлекательным приобретением для формирования гипотетического Тихоокеанского НАТО. Учитывая неприкрытые заигрывания Нью-дели, можно лишь предполагать, чем обернется индийский вояж министра обороны США, и самой очевидной точкой приложения сил Соединенных Штатов может стать Украина, прекрасная возможность организовать постоянную военную и политическую напряженность на западных рубежах нашей страны. Учитывая обширные связи и влияние лично Байдена, по вежливой просьбе которого Зеленский отверг все попытки расследования коррупционных схем, которые пытался осуществить бывший президент США Д. Трамп, не приходится испытывать сомнения по поводу независимости украинской властной элиты. Довольно примечателен один интересный момент, несмотря на плачевное состояние ВПК Украины, продвижения получают вполне конкретные проекты, посвященные созданию высокоточного оружия. Как такое происходит на фоне неспособности промышленности поставить качественные минометы, большой вопрос. Однако вполне очевидно, что денежные средства и прогресс обеспечиваются внешними спонсорами. Наличие у украинской стороны арсенала крылатых и баллистических ракет, вкупе с агрессивной риторикой Киева, даже без каких-либо боевых действий, принудят Россию к вливанию ресурсов и средств в еще большее усиление обороны границ. Не говоря уже о перманентной конфликтной обстановке вокруг Донбасса, следует отметить, что Украина регулярно и грамотно создает напряжение слухами и громкими заявлениями о начале наступления. Многие воспринимают это превратно. Однако в подобных действиях виден профессиональный расчет. Отдельно можно упомянуть растущую разведывательно-диверсионную деятельность, развернутую СБУ и силами специальных операций Украины, пока что неумелую, сказывается отсутствие опыта, но как минимум имеющую место быть. Граждане бывшей Советской Республики, близкие к нам в ментальном и бытовом отношениях, да нельзя хорошо подходят для сбора данных и дестабилизирующих актов на территории России. Примером чему служат как операции по похищению граждан РФ в приграничных областях. Так и постоянная борьба с агентурой СБУ, которая внедряется не только в Вооруженные силы Федерации, но и в наши правоохранительные органы. Вероятнее всего, в ближайшее время мы не увидим никаких боевых действий на территории Украины, подобный вариант развития событий не отвечает интересам западных военных и политических кругов, ибо чреват неприятными последствиями как столкновения с российской армией, так и вовсе потерей своего сателлита. Очевидная выгода от наличия точки стратегической напряженности рядом с границами нашей страны. Возможности постоянного воздушного мониторинга и радиотехнической разведки центральных и южных областей России, проведения разведывательно-диверсионной деятельности и наличия точек развертывания эсминцев Уэр, явно перевешивает любые поползновения в сторону военной эскалации обстановки. Далее мы плавно переходим к несколько неожиданному, а вместе с тем ожидаемому гипотетическому партнеру США, Армении. Как было сказано в предыдущем материале, Байден был неоднократно замечен в лоббировании интересов армянской диаспоры и имеет тесные отношения с ее представителями, беря во внимание этот факт и факт того, что нынешний руководитель Армении является неприкрытым западником. Мы получаем весьма нелицеприятную картину. Наша страна втянута в военный конфликт между бывшими советскими республиками на стороне Еревана, десятилетиями тяготеющего в сторону Европы и США. Армения находится в поле зрения Америки, как потенциально мощный рычаг для продвижения своих интересов в одном из самых неспокойных регионов земного шара. В стране годами работают подконтрольные западным странам НПО. Количество этих неправительственных организаций зашкаливает. По данным Национальной статистической службы Армении, их более 200, а США ежегодно выделяют на их деятельность до 250 миллионов долларов, а в посольском комплексе находится крупный разведывательный центр, который ведет радиомониторинг соседствующих с Ереваном государств, Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, России и прочее. Прогремевший в прошлом году военный конфликт в Карабахе отнюдь не остудил горячие головы. Премьер-министр Никол Пашинян и его сторонники активно провозглашают продолжение войны и демонстративно ведут подготовку к новому витку боевых действий, попутно бросаясь совершенно оскорбительными заявлениями в адрес России. Все это вполне соответствует излюбленной стратегии американцев, которые всегда стремятся втягивать противника в долгоиграющие локальные конфликты, которые вытягивают из соперника множество сил и ресурсов, подтачивая настроение среди населения. Таким образом, уже сегодня США имеют несколько потенциально опасных точек приложения силы, которые при минимальном задействовании их собственных резервов способны серьезно истощить их соперников, в частности, нашу страну. Америка теряет стратегическую инициативу и оттого становится особенно опасной, и остается надеяться на то, что Москва готова к новым вызовам, которые уже сейчас создают отчаянно жаждущие реванши Соединенные Штаты.